Военная тайна Великой Отечественной войны 30-е годы прошлого века В жизни нашей страны Ознаменовались грандиозными изменениями Во всех сторонах жизни советского общества Гигантские стройки По всему Союзу существенно Изменили экономический облик державы Однако на Западе Уже поднималась коричневая волна И руководители СССР Все чаще отдавали себе отчет в том Что новая мировая война Не за горами Вскоре эти опасения Оправдались Уже в 1939 году Гитлер бросил свою армию на завоевание Европейских земель В начале его легионы были нацелены На Польшу, Францию, Англию Однако Всякий, кто читал «Майн кампф» Понимал, что рано или поздно Эта военная машина повернет На Советский Союз Сталин читал «Майн кампф» И складывающаяся обстановка Вынуждала его принимать меры Призванные обезопасить западные границы Нашей державы Вводом войск в Польшу и Бессарабию Он надеялся максимально отдалить Внешние рубежи от индустриального центра Подобный шаг он предпринял и на севере Попытавшись договориться с финнами О взаимовыгодном обмене территориями Но не тут-то было Буржуазная Финляндия Не желала ни о чем договариваться С коммунистическим соседом Не сумев урегулировать Дипломатическим путем Приграничные споры с соседней Финляндией Сталин решился на применение силы Эта война не принесла Особых лавров ни руководству страны Ни отечественным военачальникам Советские войска оказались подготовлены К ней хуже, чем их маленький северный сосед Правда, ценой огромных потерь Задача все же была выполнена И границу с Финляндией удалось отодвинуть от Ленинграда Кроме того, по итогам мирного договора Советский Союз получил в свое распоряжение Часть карельских и полярных территорий А также право использования военно-морской базы На полуострове Ханка в Финском заливе Ханка В боевой летописи российского флота Это название стоит в одном ряду С такими славными именами, как Севастополь и Кронштадт Этот крошечный полуостров Является своеобразным ключиком к входу в Финский залив В начале 19 века, после ряда славных сражений Этот ключик оказался в руках русских моряков Уже в Первую мировую войну Ханка являлся важнейшим форпостом русского флота в Финском заливе Однако после провозглашения независимости Финляндии С этим форпостом пришлось расстаться Но, как выяснилось, ненадолго Вернув в 1940 году эту военно-морскую базу под свой контроль Советские адмиралы немедленно включили ее В состав системы обороны Финского залива Впрочем, стратегическую важность этого укрепрайона Понимали не только в Москве 1940 год В Европе обстановка явно складывается в пользу Гитлера Немецкие танки катаются по европейским дорогам Как по собственным дачным участкам Казалось, поставив Европу на колени Немцы окончательно удовлетворят свой военный пыл Однако в недрах германского генштаба Уже рождался план Барбаросса Согласно этому плану Одной из главных целей вермахта Был Ленинград Впрочем, захватить северную столицу было не так просто Гитлеровские штабисты понимали Что это возможно лишь в том случае Если им удастся достичь господства В Финском заливе Однако в Финском заливе На их пути стояли Кронштадт и Ханко В один из этих тревожных месяцев Советские контрразведчики получили неприятную новость Стало известно, что немцы Обосновавшиеся под крышей посольства в Москве Стали регулярно получать очень точные сведения О положении дел на полуострове Ханко В частности, о составе и дислокации советских воинских частей Сведения эти были очень подробными Указывалось все, вплоть до типов вооружения И номеров войсковых частей Сомнений не оставалось Такую информацию мог предоставить Лишь квалифицированный агент Вынедрившийся в ряды гарнизона Ханко В те дни на Ханко полным ходом шло создание современного укрепрайона Численность гарнизона была доведена до 30 тысяч человек Создавались аэродромы, реконструировалась гаваль Днем и ночью военные строители создавали замаскированные укрепления И хорошо укрытые доты И все это в обстановке полной секретности Тем не менее, все усилия могли быть сведены к нулю Работой одного единственного кадрового агента противника Руководство контрразведки Принимает решение немедленно Пресечь деятельность вражеской агентурной сети В один из дней В кабинет начальника особого отдела Военно-морской базы Ханко Полковника Кривошеева Прибывает молодой энергичный офицер Это капитан Мозгов, которого руководство военной контрразведки Командировало на базу специально для разоблачения вражеского агента Мозгов считался опытным разыскником И руководство контрразведки надеялось, что он быстро справится с поставленной задачей Сам Мозгов был полон сил и решимости Выполнить приказ командования Для начала он попросил Кривошеева О возможности ознакомиться со всеми оперативными материалами Касающихся военнослужащих гарнизона Кривошеев просьбу капитана немедленно выполнил Заодно представил ему старшего лейтенанта Костина Которого он решил выделить в помощь Мозгову Теперь именно на этих двух офицеров Ложилась вся нагрузка по выявлению вражеского агента Задача стоявшая перед Мозговым была непростой Вычислить в 30-тысячном гарнизоне вражеского шпиона Можно было только в результате кропотливой и тщательной работы Мозгов постоянно размышлял Кто же этот таинственный агент? Служащий? Крестьянин? Вряд ли Судя по форме изложения, донесения составлены явно человеком военным Солдат или матрос? Исключено Информация слишком разносторонняя Доступ к ней может получить только очень осведомленный человек Мозгов предположил, что шпион внедрился в штаб базы Но кто он? Подозревать можно почти любого Даже рядовой писарь при хорошей шпионской выучке Способен был собрать вполне добротный урожай наших секретов Между тем, на базе был максимально усилен режим секретности Радиосвязь была сведена к минимуму Повышены меры предосторожности при передаче любой информации Введены новые шифры и пароли Контрразведчиками были просмотрены и изучены сотни личных дел офицеров Вольно-наемных работников и членов их семей Десятки раз перепроверялась каждая новая информация Но горячее желание отыскать, если не самого шпиона, то хотя бы тонкую ниточку не сбывалось Подозрения отпадали, версии рассыпались, надежды уходили в песок Так прошло два месяца За все это время вражеский агент ничем себя не проявлял И контрразведчики стали даже задумываться, действительно ли шпион еще находится на полуострове Однако уже ближайшие события подтвердили, что это так В один из дней капитана Мозгова срочно вызвал к себе полковник Ревошеев Он продемонстрировал Мозгову шифровку из Москвы В ней приводилась полная копия донесения, которое получил немецкий военный атташе Донесение касалось положения дел на полуострове Ханко Пока Мозгов знакомился с его содержанием, Кривошеев устроил капитану форменный разнос Повод для разноса действительно существовал За два месяца поисков Мозгов не смог продвинуться ни на шаг в разгадке личности агента Вернувшись к себе, расстроенный Мозгов первым делом сел перечитывать текст шпионского донесения В нем приводились сведения о только что построенной береговой батарее Была также указана привязка к местности и описан характер маскировочных прикрытий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok